представьте что вы стоите на краю обрыва только этот обрыв не в горах прямо в океане под вами толще воды и каждый кубический метр весит тонну и таких кубометров между вами и дном миллионы мы привыкли смотреть в небо и чувствовать простор но если взглянуть вниз то там открывается не меньше бездонное пространство куда человеческое тело никогда не сможет шагнуть без последствий но от слов к делу сегодня мы попробуем погрузиться на 11 тысяч метров бездну и при этом не только выжить но и продержаться там несколько лет вы готовы нет ну тогда спускаемся чтобы почувствовать масштаб достаточно вспомнить простую физику океаническая вода оказывает давление около одной атмосферы каждые 10 метров на поверхности мы живем под одной атмосферой и не ощущаем ее на 10 метрах давление удваивается на 100 она уже в 10 раз выше нормы на тысячи метров тело сжимается как размер одежды после праздников но это все еще не что по сравнению с 11 тысячами правда давление в 1100 атмосфер это то же самое что если бы на вас легло примерно 100 тайских слонов одновременно и каждый сантиметр кожи оказался под их вес неприятно но что поделать даже современные атомные подводные лодки рассчитанные до полутора километра в лучшем случае и даже они разваливаются задолго до таких глубин и становится понятно что физиология человека предельно хрупка перед этой силой еще в 1940-е годы когда начинались эксперименты с глубоководным дайвингом исследователи пробовали увеличивать глубину погружения на 40 50 метрах водолазы начинали испытывать первые признаки азотного наркоза легкую эйфорию и потерю контроля на 90 метрах это становилось опасным человек начинал действовать так будто выпил бутылку вина и терял ориентацию этот эффект получил название глубинного опьянения сразу стоит сказать что ванна для этого дела не подойдет на 150 200 метрах риск становится смертельным и только специальные дыхательные смеси позволяли опускаться глубже в 1980 годах водолазах компании комиксы во франции провели рекордный эксперимент в барокамере симулируя погружение на 701 метр это была граница человеческой физиологии мужчины едва выдержали давление у них начались судороги галлюцинации нарушение сна и памяти и это всего 700 метров дальше началась бы зона где никакие смеси не спасают да к сожалению на 11 тысячах метрах легкие даже если бы их наполнили кислородом под давлением не справились бы воздух сжимается до ничтожного объем альвеолы это маленькие воздушные пузырьки в легких где происходит газообмен схлопывается но даже если бы человек дышал жидкостью как это сделали исследователи в 1960-х давление бы разрушила сами молекулярные процессы жидкостное дыхание спасает только до десятков метров но не больше на дне океана кислород становится ядом азот наркотиком а углекислый газ смертельным грузом более того молекулы в крови начинает вести себя иначе азот растворяется так глубоко что при мельчайшем изменении давления выходят пузырьками разрывая сосуды и ткани это так называемая кессонная болезнь знакомая водолаза на малых глубинах она вызывает боли и судороги но на боли это уже приведет к моментальной гибели если бы человек попытался подняться хотя бы на несколько метров кровь перестает быть транспортной системы она становится химическим раствором в котором законы биологии больше не действует нервная система страдает по-другому уже на глубине 150 200 метров водолазы отмечали нарушение сна и галлюцинации эффект получивший название синдрома высокого давления его причина изменения скорости прохождения нервных импульсов мозг словно компьютер начинает выдавать сборы а переустановить windows нет возможности прибавим к этому абсолютную темноту в которой нет ни единого ориентира человеческий мозг привыкший к зрительным и слуховым сигналам лишается пищи и начинает сам воссоздать образу люди побывавшие на больших глубинах даже батискафах рассказывали о чувствуете тревоги и давление тьмы представьте что это чувство умножается в сотни раз и все же человек туда заглядывает в 1960 году батискав триест опустился на дно марианской впадины толщина его стенок достигла 12 сантиметров они были сделаны из закаленной стали внутри находились жак пикар и дон волш их маленькая сфера едва выдерживала чудовищное давление а стеклянный иллюминатор начал трескаться еще до достижения дна они провели там всего 20 минут но этого хватило чтобы доказать граница достигнута позже в 2012 году джеймс камерон в одиночку повторил этот спуск в аппарате дипсия челленджер его аппарат был легче и использовал новые материалы но даже он рисковал схлопнуться от малейшей трещины современные роботы и зонды тоже работают там но и они страдают толстые корпуса электроника в масляных оболочках камеры в прочных сферах все это нужно чтобы хоть несколько часов функционировать на такой глубине некоторые аппараты терялись бесследно но тогда возникает вопрос как тогда живут на такой глубине живые организмы дело в том что у глубоководных амеб нет полости их клетки насыщены особым веществом триметиламин оксидом рыбы найденные на глубине свыше 8 километров имеет полужидкие кости и студенистые мышцы их тела пластичные и не содержат воздуха именно это и спасает их а недавние исследования показали что в самых глубоких точках океана обитает крошечные амфиподы ракообразные которые нашли способ выживать под давлением более 1000 атмосфер выяснилось что их организм вырабатывает особые молекулы защищающие клетки от разрушения для нас это экзотика а для них нормальная повседневность к сожалению человек не может повторить подобную способность даже их тиандру будет больно его тело слишком сложно органами наполненными воздухом с трубками структурами которые невозможно адаптировать получается что жить десятилетиями на глубине 11 тысяч метров невозможно в принципе если только не использовать полную изоляцию от давления герметические капсулы или батискафы но если представить что человек каким-то образом находится внутри полностью герметичного аппарата где поддерживается нормальное давление и температура тогда вопрос влияние длительного пребывания под водой переносится на психологию социальную изоляцию и физиологию в замкнутом пространстве они на давление долгие годы в полной тьме при ограниченном пространстве и минимальном контакте с внешним миром ведут первое психологическим изменениям сенсорная депривация вызывает галлюцинации расстройство сна депрессию и когнитивные нарушения даже в герметичном скафандре мозг страдает от отсутствия естественного света и разнообразных стимулов со временем могут развиться хронические психозы и изменения личности тут вы можете стать не только водолазом но и со временем космонавтом шахтером и даже феей день день второе физиологическим изменением от неподвижности мышцы и кости теряет прочность при малой нагрузке развивается остеопороз и атрофия мышц сердце постепенно теряет функциональную способность к высокому кровообращению эти процессы наблюдались у астронавтов на мкс только там гравитация слабая а давление нормальное на дне океана если давление герметично стабилизировано эффект будет схожим но без физической нагрузки организм постепенно деградирует 3 метаболические и гормональные изменения постоянная изоляция и ограниченная диета изменяет гормональный фон иммунитет ослабляется появляются проблемы с обменом веществ костями и кожей вы станете бледным как медуза насчет свечения в темноте вопрос еще открыт 4 социальные и когнитивные эффекты отсутствие живого общения и монотонная среда ведут деградации когнитивных навыков росту тревожности и раздражительности если же рассматривать чисто гипотетическую биологическую адаптацию человека к давлению 11 тысяч метров через поколение приведут теоретические кардинальные мутации например легкие многократно уменьшатся или вовсе исчезнут внутренние органы перестроятся кровь и мембраны клеток изменятся на молекулярном уровне такой организм уже не будет человеком в привычном смысле он превратится в новую форму жизни больше похоже на глубоководных рыбообразных существ с гибкой структурой тела и без газовых полостей но это все из области фантастики конечно хотя как сюжет про человекообразных косаток сойдет до большинству из нас трудно нырнуть глубже несколько десятков метров без акваланга но стремление к познанию заставляет человечество создавать новые аппараты батискафы и другие конструкции благодаря которым мы оказываемся в местах где казалось бы нам не суждено было быть а пока мы будем продолжать погружаться камера фиксирует мягкие почти невесомые движения существ которые миллионы лет жили в темноте и тишине ни разу не встретив человеческого взгляда мы становимся их первыми свидетелями случайными гостями в этом чужом мире и в такие минуты приходит простая мысль все это ради того чтобы прикоснуться к тайне которая существовала задолго до нас и будет существовать после в этом и есть настоящий смысл видеть скрытое и делиться этим чудом с другими надеюсь этот выпуск подарил вам новые впечатления поддержать мой труд вы можете на бусти или патреон ссылка есть в описании там в тихом уголке я делюсь тем что не всегда попадает в кадр космосом заметками мыслями и музыкой а здесь мы не останавливаемся впереди новые глубины новые звезды и новые открытия до встречи в следующих путешествиях в следующих путешествиях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok